друзья всем доброе утро сегодня в этом видео я вам расскажу для чего нужно приложение скан my tesla если вы смотрели мое видео о том как я устанавливал обиде адаптер сюда и рассказала как настроить данное приложение то сегодня конкретно расскажу мы будем ездить и покажу на практике для чего я его использую какие данные для меня важны ну и как она вам может помочь будущем если вы хотите знать больше вашем автомобиле tesla это у нас tesla model 3 стендарт пласт из китая с батареей лфп ну давайте сразу откроем скану и tesla посмотрим какие данные у нас есть сейчас наберет смотрите вот здесь у нас батареи power это отображается текущая мощность батареи как вы видите то есть потребляемая мощность 140 ватт машина в 8 так можем сказать но я ее разбудил чтобы подключиться когда при закрыл потом то есть это потребление которое идет режиме просто она может быть потом еще упадет когда автомобиль идет в более глубокий сон но сейчас у нас 140 180 ватт потребления max charge power max discharge power это максимальная скорость вот максимальная мощность которая может использовать сейчас батарея при текущих условиях и максимальная мощность рекуперации но они сейчас недоступны потому что мы еще не запустили автомобиль вот что на данный момент меня интересует температура батареи вчера я автомобиль припарковал 12 часов назад на улице ночью нас было 45 градусов и вот батарея у нас остыла до 5 градусов 5,25 градусов цельсия для начала мы посмотрим типичный первый сценарий вы запускаете прогрев автомобиля с приложения и сколько он будет потреблять ну например за 10 минут прогрева давайте вот обратите внимание на вот эти два показателя дисчардж и чардж их можно сбросить вот мы сейчас берем сбрасываем и эти счетчики они будут показывать они будут считать точнее используемую мощность и заряжаемую мощность и спросите мощность количество энергии но они не суммируются например если вы дисчардж разряжаете 10 киловатт и в это же время киловатт-часов простите в это же время рекуперируете 5 киловатт-часов то будет 10 и 5 то есть не просто 5 разрядки а 10 киловатт-часов разрядки 5 киловатт-часов разрядки ну да ладно мы берем кстати да сколько сейчас автомобиль мощность энергии потребит при предпрогреве конечно зависит от погодных условий сейчас у нас на улице плюс 5 плюс 4 температура батареи плюс 5 и давайте запустим предпрогрев батареи предподготовку да и вот мы сейчас запускаем через приложение tesla мне как видите иконка батареи появилась у нас вот здесь это значит что идет предпрогрев батареи когда батарея насколько я успел уже заметить за это время если бы температура батареи ниже где-то 10-15 градусов и вы запускаете предподготовку из приложения тогда подогревается еще и батарея если будет выше 15 градусов цельсия батарея предподавляться не будет просто будет прогреваться салон ну и смотрите сразу же у нас мощность заднего мотора два с половиной киловатта стала потому что за счет мотора у нас прогревается батарея и общая мощность целых 7 и 3 киловатта то есть сейчас используется 7 и 3 киловатта на то чтобы предподготовить и батарею и салон температура у нас 6 и вот вы можете видеть что discharge уже пошло потребление энергии то есть мы уже использовали почти 100 ватт-часов до 009 100 часов мы уже использовали давайте оставим это все на 10 минут и посмотрим же сколько у нас энергии используется на предподготовку батареи до температуру в салоне я выставлю ну я выставлю наверное 21 градус будет комфортно для меня 21 подогрев сиденье руля отключен только этот пед подготовка салона и батареи ну и мы начали с температуры батареи 5 2 градуса и вот если вы можете заметить бетари инлет это контур теплообмена батареи он у нас растет 81 82 будет расти дальше за счет него прогревается сама батарея и а берет она температуру отсюда от температуры от тепла заднего статора заднего мотора поскольку это стендер пласт не только один мотор было бы два мотора конечно она подготавливалась бы быстрее и использовала бы оба мотора для подогрева ну пока вот у нас растет температура статора контура обогрева батареи соответственно и температура батареи будет повышаться также вот насосы моторов и батареи которые качают жидкость теплообмена вот тоже они повысились до 9 литров в минуту а в простой это где-то составляет шесть пять с половиной литров в минуту ну да ладно скорость мощность у нас до сих пор потребляться 7 6 начали мы 74 процентов батареи засекаем 10 минут прошло у нас немного больше 10 минут как вы видите у нас салон автомобиля прогрелся до 21 градус на улице на 6 градусов и мы на это потратили вот 1 и 25 киловатт-часов если видите мощность упала уже с 7 до 5 3 киловатт ну и батарея продолжает дальше прогреваться она у нас прогрелась до 7 и 2 градуса всего лишь на 2 градуса цельсия как вы видите контур 18 температура заднего статора до тоже растет то есть автомобиль будет прогревать дальше и дальше насколько я знаю он будет прогревать где-то градусов до 15 до 20 батареи но мы сейчас с этим не будем смотреть то есть вы имеете до общее представление сколько энергии будет затрачиваться на при подготовку батарея еще раз повторюсь что у нас на улице 5 градусов и батарея была тоже 5 градусов цельсия то есть это все конечно зависит от погодных условий и мы потратили 3 процента до как здесь 1 3 киловатт часа давайте теперь переместимся в автомобиль начнем ехать и будем смотреть дальше что там нам показывает сканной тесла интересного так я установил телефон на свое привычное место как я использую я вам наверно не показывал смотрите здесь у меня установлен внизу вот этот адаптер который вставляется во второй обиде порт который обиде порт который ну не дает почему-то данные для сканная тесла там из бисе у нас из бы обычный избе и провел такой из бисе на висе кабель он здесь вот заложен даже ничего не видно здесь вообще супер аккуратно получается и телефон за сканной тесла у меня вот стоит здесь то есть при движении я все вижу он не блокирует обзор и могу наблюдать уже за всеми данными поездку я сбросил у нас чтобы засечь сколько мы всего потратим ну и какой у нас был средний расход во время этой поездки и сканной тесла когда мы садимся уже в салон автомобиля если было даже предподготовка то предготовка батареи заканчивается то есть вы видите нас вот этот ривер power он перестал мотор генерировать у нас тепло то сейчас мы потребляем где-то 0 9 1 киловатт для поддержания температуры в салоне и значение у нас здесь не все давайте если я нажму педаль тормоза то значение у нас стало сканной тесла больше появилась у нас max discharge power это у нас максимальная мощность разрядки то есть максимальная мощность которую батарея может выдавать при своих текущих условиях при температуре и при уровне заряда по сути это полная мощность никаких ограничений мощности у нас сейчас нету и максимальная мощность зарядки 16 киловатт и максимальная скорость реку мощность рекуперации тоже 16 киловатт потому что батарея и достаточно заряжена на 70 процентов и она холодная 8 и 2 градуса поэтому рекуперация из 85 киловатт у нас доступно всего на одну пятую часть на 16 киловатт ну и также контур теплообмена батареи у нас сейчас 15 градусов цельсия то есть он продолжает немножко греть батарею но это уже он забирает остаточное тепло отсюда от мотора от статора и направляет его батареи уже дополнительно подогрев не используется только ток тепло которое есть и как вы видите у нас скорость насоса упала до 6 литров минуту ну ладно давайте начнем ехать и посмотрим что там будет дальше так мы в движении уже не около пяти минут что мы видим здесь у нас обращается здесь наша общая мощность потребляемая здесь мощность заднего мотора да если сейчас нажму у нас будет 120 киловатт это почти половина мощности если я отпускаю педаль значение отрицательное уходит это значит мы рекуперируем 19 сейчас мы можем рекуперировать потому что батарея холодная из мощность рекуперации у нас 17 киловатт поэтому вот если отпускаю педаль до эти 17 киловатт у нас рекуперируется больше мы не можем то что батареи необходимо прогреться как вы видите контур теплообмена батареи у нас 14 градусов мотор 14 градусов то есть все тепло которое генерируется сейчас моторе при помощи теплообмена подается батарею и в течение всей поездки батарея будет прогреваться за счет тепла от мотора так сейчас мы спускаемся с горки как вы видите конечно же мы не используем мощность мотора мы используем рекуперацию вот я педаль газа так держу немножко нас ограничение 40 километров часа и мы рекуперируем 10 киловатт 7 киловатт сейчас если отпущу больше 18 я сейчас полностью отпустил скорость все равно 45 километров в час автомобиль катится рекуперация не на полную поскольку батарея холодная и вот так с горки мы забираем нашу энергию которым тратили мы забираем ее обратно конечно не всю но в этом-то прелесть электромобиля что энергию вы можете получить обратно но дальше будет у нас интереснее спуск вот здесь мне не хватило уже мощности рекуперации перед лежачим полицейским пришлось притормозить и сейчас я снова отпускаю педаль газа снова мы рекуперируем можете досмотреть вот этих в значениях которые я вам уже показывал здесь charge и charge charge это сколько мы уже на рекуперировали сорок четыре сотых киловатт часа а потратили 3 киловатт часа на езду но это на езду плюс на прогревник я перед началом прогрева батареи сбросил этот счетчик так а сейчас я хочу включить предварительный прогрев батарея выставлю навигацию к суперчарджеру сколько нас температура 11 градусов и мощность рекуперации всего 20 киловатт я хочу сейчас в течение 20 минут по прогревать батарею чтобы у нас температура была выше потому что мы будем мы поедем в туннель которым будет спуск в течение трех километров и я хочу посмотреть сколько автомобиль на рекуперируют но чтобы он рекуперил максимально конечно нам нужна более теплая батарея сейчас простой ездой мы ее не прогреем хорошо поэтому выставляю навигацию к суперчарджеру и батарея у нас будет прогреваться вы можете смотреть сюда температура заднего статтера сейчас будет значительно повышаться также как и температура теплообмена батареи будет у нас повышаться и сама батарея соответственно будет тоже греться да посмотрите у нас контур обогрева батареи уже 36 градусов цельсия температура заднего статтера 34 скорость насоса в 10 литров почти 11 литров в минуту и температура медленно но уверенно батареи растет конечно это займет для того чтобы прогреться до 40 градусов цельсия которые необходимы для быстрой зарядка конечно это займет немало времени учитывая то что у нас всего одним мотором подогревается батарея теперь можем нажать педаль пол 180 чуть-чуть задние колеса занесло 180 киловатт мы получили нормальная мощность снова на затяжной спуск мы едем на автопилоте 8 киловатт рекуперируем 11 ну а общая мощность отображается минус 5 а не минус 10 потому что из этих 10 киловатт два с половиной три идет на подогрев батареи сейчас я отключил автопилот не хватает рекуперации для того чтобы остановиться использую обычные тормоза и сейчас нажмем еще раз выйти чуть напрямую чтобы задние слой 200 киловатт мы получаем никаких проблем даже при холодной батарее снова отключаем автопилот рекуперируем рекуперируем 32 киловатт рекуперируем кстати видите он рекуперирует больше чем показывает нам рекуперируем 32 показывает максимальная мощность 26 снова нам не хватило рекуперации для того чтобы остановиться перед кольцом вот зимой всегда такие ситуации что зимой конечно тормоза используются больше из-за холодной батареи поэтому в принципе проблем в том что тормоза не используются они там заржавеют или еще чего-то их нету потому что зимой реально и холодное время суток приходится холодное время года приходится больше использовать обычные тормоза но и насколько я знаю в тесле такая умная штука есть даже летом когда батарея всегда теплая и вы в основном используйте рекуперацию не используйте обычные тормоза tesla когда на улице дождь она знает что дождь влажность и сама немножко потихоньку использует обычные тормоза для того чтобы время от времени прочищать тормозные диски использовать колодки для того чтобы там все не закрывала в общем нас батарея прогрелась до 27 градусов цельсия максимальная мощность рекуперации 57 это если на экране автомобиль отображается левая часть полоски полностью у нас сплошная нет пунктира то есть это почти вся мощность рекуперации поэтому я при прогрев батареи отключаю 27 градусов цельсия у нас вполне нормально для того чтобы дальше проверить сколько мы на рекуперируем и как видите у нас контур обогрева за это время прогрелся аж до 62 градусов цельсия температура статора заднего мотора 54 то есть это все мотор активно использовался для прогрева батареи и насосы у нас начинают потихоньку падать но они будут еще какое-то время на высокой мощности работа 9 10 литров в минуту ну теперь фантомное торможение ну теперь у нас тепло которое осталось вот здесь контуре теплообмена батарея но будет уходить и сюда в батарею и также для прогрева салона потому что нас это автомобиль с теплым насосом с восьмиходовым клапаном энергия никуда не девается она используется всегда у нас так скажем полезных целях но как видите пару минут у нас контур теплообмена батареи опустился до 28 градусов цельсия то есть все тепло оттуда ушло в батарею температура заднего статора тоже опустилась но насосы работают на полную 12 литров в минуту там происходит нас активный теплообмен вся энергия насколько я понимаю сейчас которая от статора на у нас все равно поставляется в батарее и сейчас у нас самая интересная часть перед нами туннель длиной 6 километров уклон 8 процентов и половина из этого туннеля три километра идет вниз половину вверх мы опустимся с уровня моря на 230 метров под уровнем моря то есть такой затяжной спуск мы берем сбрасываем нашу поездку сколько мы зарядились и сейчас начинаем вот конкретно сейчас начинаем спуск вниз и вы можете наблюдать сколько мы сейчас начнем рекуперировать я еду на автопилоте скорость 80 километров в час которая разрешенная здесь и мы погнали вниз какой затяжной спуск вниз и мы сейчас едем только на рекуперации 22 киловатта конечно у нас возможно 60 но рекуперируемые 22 киловатта больше автомобиль не считает нужным если отпущу автопилот вот мы рекуперируем уже от 60 и останавливаемся даже такой спуск риск уже 60 км час все равно останавливаемся продолжаю я к мы наберем скорость и все снова теперь мы снова едем по склону и рекуперируем у нас только что на секунду появилась надпись рекуперация ограничена но теперь она снова пропала и все еще рекуперируем 20 25 сотых 200 25 киловатт все еще едем вниз в общей сложности мы уже получили обратно 0 7 киловатт часов очень хорошо раньше когда в этом туннеле ездил на обычном автомобиле конечно же использовались тормоза они стирались тормозил двигателем но на электромобиле прелесть там что можно на таких затяжных спусках используя только рекуперацию все вот мы доехали до дна тоннеля 3 километра назад 3 вперед и так мы на рекуперировали 800 ватт часов теперь начинаем подъем вверх и смотрим сколько мы потратим энергию у нас здесь почти по нулям на разрядку сколько мы потратим энергии теперь на подъем на эти же три километра только на подъем конечно же мощность у нас используемая для подъема выше вот мы используем 50 киловатт на мотор чтобы подняться и смотрим на показатели в общем мы завершили наш подъем вверх вот такой вот у нас интересный график в энергии получился да здесь мы ехали в них здесь вверх и по энергии мы потратили 0 8 киловатт часа на спуск и 1 из 7 на подъем то есть конечно же мы не смогли бы использовать одно и то же одно и то же количество энергии на спуск и подъем это логично потому что везде идут потери ну половину из того что мы потратили на подъем мы использовали на спуск а сейчас смотрите интересная штука едем на автопилоте 80 километров в час видите на спереди мост вверх и вниз как сейчас работает автопилот он не будет видеть что за мостом и он должен по моему немного притормозить по вот сейчас мы тормозим до 75 70 он не видит видимость то есть разметку который за мостом при спуске раз и сейчас дальше начинает вот тут затяжном повороте работает хорошо даже на скорости 80 километров в час все круто у меня выставлено 85 но он едет 82 немного притормаживает сейчас он заехал немного на левую линию ну это в принципе не сценарий для базового автопилота такой резкий поворот от но здесь такой затяжной красивый поворот здесь он работает сейчас без проблем и мы возвращаемся снова на второй круг в туннель сбрасываем нашу поездку у нас charge 0 здесь charge 0 и снова погнали вниз 3 километра и 3 километра вверх так как видите у нас максимальная мощность рекуперации 85 киловатт это максимум который может быть то есть батарея у нас уже достаточно прогрета на 29 градусов цельсия и уровень заряда низкий поэтому мы можем рекуперировать по полной и так в этот раз мы снова на рекуперировали 77 соток киловатт часа на том же спуске и теперь опять поднимаемся итак мы выехали словно наверх вот какой наш замечательный график и сверх и мы на рекуперировали 077 а потратили на подъем но 1 и 6 киловатт часа тогда два раза в два раза у нас потери конечно же невозможно рекуперировать то что вы используете на подъем но тем не менее в обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания вы стираете колодки используете двигатель для торможения а в электромобиле вы спускаясь вниз получаете еще назад энергию до бензиновом автомобиле вы конечно же к сожалению не можете получить бензин назад при затяжном спуске и батарея у нас сейчас на уровне 29 градусов цельсия то есть тогда как прогрелась она так она у нас сейчас и осталось при такой же температуре она не остывает потому что мы рекуперировали использовали более высокую мощность двигателя для подъема но сейчас у нас теперь будет более спокойная езда следующие минут 40 и посмотрим до скольки градусов батарея у нас опустится при этой обычной езде его то что я вам рассказывал когда то что автопилот не всегда знает где какая скорость например мы сейчас едем в туннеле под городом с тавангером год назад открылся и автопилот почему-то ну вот он взял скорость 70 но он ее берет скорее всего от дорог дороги которая находится наверху на верхнем уровне не в туннеле на ли ограничения 80 здесь сейчас по сути автопилота использовать невозможно потому что автомобиль думает что скоро здесь но вот такая низкая все 70 вот она вообще пропала сейчас может ее взять как 50 потому что вы там вот наверху скорость 50 а мы едем под этим всем вот такие вот приколы бывают с определением скорости не всегда это точно особенно вот страдает определение это скорости в туннеле вот видите все он взял на скорость 50 километров в час всего хотя здесь на самом деле можно ехать 80 если я сейчас включу автопилот он мне возвращает на 55 то есть элемент скорости плюс погрешность который выстрел вот опять ушел больше он не дает нам выставить скорость до 80 и температура батареи у нас опустилась до двадцати шести градусов цельсия температура контура батареи 27 насосы у нас работают на 5 литров в минуту и температура заднего статора 26 градусов цельсия принципе температура нормализовалась дальше она будет уже опускаться потихоньку и медленно потому что едем мы спокойно ну я не думаю что даже если мы будем еще ехать час в таком же режиме она опустится ниже ну наверное двадцати двух двадцати трех градусов цельсия посмотрим еще одна интересная штука которая станет если вы можете посмотреть как и жарил смотрите температура батареи у нас 25 контура тоже почти 25 то есть она спадает потихоньку поскольку у нас автомобиль с тепловым насосом с восьмиходовым клапаном это вот тепло от батареи вас немного забирается в салон для того чтобы отапливать салон сейчас температура мы смотрим 21 и если я сейчас добавлю температуру и сейчас добавляю до 25 смотрите вот сюда чтобы из контура мы с насосами видите насос и начали у нас работать намного быстрее с 6 они повысились до 10 литров в минуту и смотрите вот на вот этот показатель вот этот вот на вкладыш батареи на контур теплообмена батареи видите он пошел пошла температура его вниз то есть у нас наш тепловой насос и восьмиходовый клапан у нас начал отбирать тепло от батареи поэтому контур батареи температура падает и будет падать температура самой батареи быстрее было у нас 24 уже 20 градусов цельсия не давайте проедем пару минут посмотрим до скольки же у нас упадет температура контура теплообмена батареи сейчас добавлю даже до 26 до 27 ладно пусть будет жарко очень в салоне но это в целях эксперимента смотрите насос уже 13 литров в минуту качает хорошо смотрите прошло у нас пару минут контур теплообмена батареи у нас понизился на 8 на 7 градусов салоне конечно уже жарко капец и температура батареи нас понизилась то есть чем больше вы температуру выставите в салоне тем быстрее будет вас охлаждаться батарея потому что в этих автомобилях используйте тепловой насос тепло от батареи будет забираться в автомобилях до 21 года model 3 и во всех старых модел x model s у них нету теплового насоса поэтому там стоит для нагрева используется 5 обогреватель тепло от батареи она не используется в обогреве салона до батарея охлаждается у вас медленнее даже когда на улице холодно потому что ее тепло не забирается в салон но при этом конечно же у вас расход энергии больше потому что это тесла которая на очень умная и научили использовать скажем так каждый джоул энергии если батарея у нас очень теплая это тепло используется для обогрева салона то есть до определенного момента пока батарея у нас еще достаточно теплые чтобы отдавать тепло тепло будет отдаваться в салон теперь смотрите я отключаю вообще климат-контроль совсем выключаю и смотрите что нас насосы у нас остановились 5 литров в минуту и контур обогрева батареи сейчас снова будет расти потому что он уже не отдает тепло в салон а просто забирает его соответственно от батареи и он сейчас видите как быстро очень быстро идет повышение температуры он фура проехал очень близко ну даже никакого фантомного торможения не было странно вот уже почти 22 градуса цельсия пару минут прошло снова у нас температура батареи контура батареи они выровнялись насосы 6 литров в минуту на обычном ходу вот видите все уже эти два значения одинаковые потому что сейчас нас климат-контроль полностью отключен мы не забираем тепло от батареи теперь его снова включаю тоже оставлю на двадцати семи градусах давайте еще раз посмотрим чтобы уже подтвердить не слова что это действительно так опять же следите за вот этим вот показателем как будет опускаться здесь температура насосы уже у нас 12 литров в минуту начали качать жидкость снова пару минут температура у нас контура упала тепло забирается от батареи температура батареи тоже падает насосы качаю то есть если в таком режиме будем при такой жире в салоне ехать конечно все тепло от батареи соберется достаточно быстро давайте я возвращу теперь на 20 градус обычной температурой и сейчас здесь контур должен снова подрасти потому что в салоне достаточно тепло и забор температуры забор тепла из потрясается видите все сразу растет поднимается сейчас он выравняется с 25 вот они будут держаться вместе и потихоньку при установленной температуре 21 потихоньку потихоньку у нас тепло будет забираться дальше все насосы остановились можно сказать итак друзья завершили мы нашу поездку ехали мы где-то два часа проехали 105 километров потратили 17 киловатт-часов средний расход 163 в часа на километр помню у нас и мокрые дороги и низкая температура то есть наверное при таких при таких условиях мы конечно же проедем на полной батареи где-то 300 километров напомню это у нас модул 3 стендер пласт лфп 55 киловатт-часов батарея что важно потому что сейчас уже есть 60 киловатт-часов батареи и по сканной тесла я вам показал какие базовые функции что она выполняет вот сейчас мы остановились да у нас 34 процента когда мы выезжали был 71 температура батареи 22 это конечно не совсем обычный сценарий расход здесь наверно был бы даже меньше если бы я принудительно не запускал бы предпрогрев батареи ну я сделал это для того чтобы получить больше рекуперацию в тоннеле получить больше энергии назад конечно сканная тесла интересная программа если вам нравятся всякие данные числа технические штуки вы хотите знать о вашем автомобиле пожалуйста покупайте обиде адаптер устанавливайте сканной тесла пользуйтесь на здоровье и сейчас небольшим бонусом давайте поедем на зарядку на 150 киловатт посмотрим мы какую же скорость получим в самом начале у нас отображается max charge power 76 ну это должно быть немножко выше уже батарея у нас подостыла до 22 и уровень заряда 34 ну в общем давайте посмотрим сколько же мы получим на быстрой зарядке приехали мы на быстро зарядка давайте перед тем как подключимся посмотрим смотрите вот нас сколько автомобиль 1 киловатт потребляет но меньше одного киловатта для того чтобы поддерживать температуру но это даже с фарами часа фары отключу посмотрите 0808 киловатт потребляет для поддержания температуры в салоне 21 градус тепловой насос конечно работает хорошо до автомобиль уже прогретый поездил поэтому сейчас используется так мало энергии для поддержания температура батареи у нас 20 градусов температура контура 16 градусов так как как я уже упоминал используется тепло от батареи для поддержания температуры салоне ну и сколько у нас показывает 62 киловатта максимальная скорость зарядки подключаемся смотрим что у нас будет зарядный порт открываем зарядка такая на 150 киловатт кабеля толстенные если заряжается два автомобиля то делят они между собой скорость конечно по удобству это не tesla супер charger кабель прям такой дубовый дубовый до невозможности да теперь написано что если один автомобиль 150 киловатт если два автомобиля 85 мы нажимаем у меня есть rf иди выбираю как-то понять лево право ну наверное вот так право все пошла зарядка 150 ссс 32 процента и чего 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 сейчас пока на проинициализируется все пошло 1825 но это то что дает у нас именно зарядная станция сейчас мы сравним сколько же дают зарядная станция вы уже можете видеть на экране потому что не остановил запись экрана с телефона сколько уже сейчас вот сравнивать в прямом эфире так скажем сколько отдает зарядной станции всего 52 и падает и падает и сколько берет автомобиль 49 но давайте зайдем автомобиль посмотрим что творится и так что у нас происходит в автомобиле 41 киловатт корой зарядки отображать на сканная тесла автомобиль сам отображает тоже сорка никто блин конечно этот ужасный новый экран зарядки вот сейчас мы заряжаемся вкладка на зарядка здесь не отображается ничего вся информация зарядки вот здесь 40 киловатт мало мало я надеялся на больше хотя смотрите да получается у нас вот здесь отображается максимальная скорость зарядки 65 но мы получаем 40 до батарея холодная как вы видите два с половиной киловатта мощность заднего мотора батарея начала прогреваться батарея 20 градусов и она будет прогреваться я уже это засекал до 40 до 42 градусов она будет греться и греться и греться если вы используете быструю зарядку для того чтобы получить максимальную скорость зарядки то есть ей 20 градусов конечно же не хватает температуры для полноценной зарядки но давайте постоим минут 5 я долго стоять здесь не буду посмотрим насколько поднимется температура и все потом отключусь потому что мне заряжаться нет смысла еще раз сравним что у нас отображает автомобиль значит автомобиль у нас отображает 39 киловатт зарядная станция дает 46 киловатт то есть 6 киловатт у нас идут на прогрев батареи потому что батарея холодная то есть конечно вы по факту платить это то что вы берете от зарядной станции ну а в батарею уходит меньше потому что все остальное идет на прогрев на вот уровне 40 у нас скорости держится хорошо друзья поставили мы на зарядке 5 часов у нас скорость поднялась до 47 киловатт температура батареи повысилась до 23 градусов цельсия как вы видите контур батареи тоже 51 температура заднего мотора 50 градусов все у нас прогревается эти насосы работают на полную короче батареи у нас греется будет нагреться так дальше то есть потихоньку потихоньку мы заряжаемся прогреваемся да это не совсем эффективно экономично конечно же лучше в данном случае если вы едете на быструю зарядку если есть возможность включать предварительный прогрев чтобы батарея прогрелась и вы не стояли не тратили зря энергию то чтобы ее прогревать короче я останавливаю зарядку смысле мне заряжаться нет у меня будет возможно зарядить сегодня еще больше в общем так вот друзья вам показал как работает скан май тесла может не все но какие-то основные моменты вы увидели сколько автомобиль расходует в прогреве в движении как он рекуперирует если вы установили себе сканай теста и имеете в виде адаптер вы ее конечно настраиваете это приложение под себя выводитесь на главный экран данные которые нужны конкретно вам ну и в таком случае конечно знаете больше данных больше информации о своем автомобиле внутренних особенно когда у вас медленная скорость зарядки или почему-то с точки на экране что-то ограничено хорошо если у вас есть еще какие-то вопросы если вы хотите увидеть какие-то другие сценарии использования сканайта стадо меня просили проверить показать как работает лфп в холоде блин к сожалению не могу увидеть вот нас какая зима счет уже плюс 7 градусов цельсия да и зима заканчивается у нас нету такой ярко выраженной зимы к сожалению нету возможности поехать куда-то где супер минусовые температуры хотя бы минус 10 минус 15 нету такой возможности я бы с удовольствием это сделал но к сожалению не могу в общем спасибо за просмотр спасибо что были со мной здесь это было не сильно нудно не сильно такое видео насыщенная цифрами ну кому интересно тому это интересно пожалуйста поставьте лайк подключиться на канал буду очень благодарен и мы увидимся с вами скоро